Это написано в Евангелии от Матфея. Евангелие от Матфея, 18 глава. Слова Господа нашего Иисуса Христа. 18 глава, 11 стих. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяносто девяти незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Эти слова принадлежат Господу и Спасителю мира, Иисусу Христу. И Иисус пришел на эту землю, чтобы знай ты, то спасти те, что загинуло. Те, что загинуло. И Иисус пришел, чтобы его спасти. Такая судьба, такая доля, как говорят мне вокруг, выпала на нас, на наш народ, на Украину, что мы живем в это время, время войны. Слава Богу, что большинство из нас не видело разрушающей силы этого нечеловечного происшествия, когда разрываются ракеты, стоящие миллиарды, миллионы долларов, когда лучшие умы мира работают на то, чтобы убивать. И их изобретения, прилетая в какой-то город, разрушают дома. В этих домах под завалами еще есть живые люди. И наши спасатели, не жалея своих сил, порою жизней, бросаются на помощь, на выручку тех, кто еще жив, но под завалами. Когда я смотрел одну передачу про спасателей, нет, не про Чипа и Дейла, а про настоящих спасателей, которые находятся на передке, которые прибывают туда, где буквально несколько минут назад разорвалась ракета, снаряд, БПЛА. Там начинается миссия по спасению людей. Все свои дары и таланты эти люди направляют только в одну точку, как можно больше и быстрее спасти людей из-под завала. И когда им удается, случается, найти, спасти хоть одну душу живую, начинается праздник. Эти спасатели, здоровые дядьки, сильные физически, плачут и смеются. Они говорят, спасибо, верующий, если... Он говорит, спасибо тебе, Господь, а другу своему, говорит, мы его спасли. Но после этого, после того, как они нашли человека и смогли его достать, объявляется минута молчания. Все спасатели, вся техника перестает работать, спасатели молчат. И как вы думаете, для чего? Чтобы услышать, чтобы слушать и услышать, а не кричит ли еще кто-то под этими стенами заваленными, а не зовет ли их кто-то на помощь. Как важно нам порою объявить минуту молчания, чтобы послушать, чтобы увидеть, как под завалами грехов, кричат и стонут люди, которые зовут и жаждут, чтобы мы с вами пришли им на помощь. Но мы, к сожалению, не всегда готовы успокоиться и послушать. У нас ведь дела, и мы спешим. Нам некогда остановиться. Сегодняшняя проповедь будет называться спасение. Хотите, напишите, операция спасения. Но сегодня мы будем говорить только за спасение. Кстати, церковь наша называется спасение. Люди, находящиеся под завалами, сами выбраться не смогут. Не смогут они выбраться. Если, вот я физически здоровый мужчина, я потяну на своих плечах, ну, мешок картопли. Ну, если кто-то нагрузит мешок цемента там или там песка, то, взвалив на себя, я его еще выдержу на ногах. Но если это будет два мешка песка, а еще сырого, я не смогу устоять. Я, может быть, и простою несколько секунд, но упав из-под двух мешков цемента, я не вылезу. Оглядываясь назад на свою жизнь, я понимаю, что если бы не спасатели, живущие в Доме Божьем, то под тяжестью своих грехов я давно бы помер. Те грехи, которых я жил, они неизменно, день за днем, знаете, так методично, как хорошие врачи, тянули меня к смерти. И если бы не спасатели, которых написано имя Господа Иисуса в сердцах, то давным-давно бы я погиб. От греховного завала людям нужны спасатели. Они завалены наркоманией, алкоголизмом, игроманией. Да какая разница, как называется этот грех. Но вырваться из него человек сам не может. На то и пришел Иисус Христос, чтобы найти, спасти и вернуть к жизни погибающих. И эту миссию Он передал нам, церкви своей. И мы называемся Его последователями и делателями на Ниве Его. Я размышлял, о какой пример из Библии можно привести, дабы рассказать вам, донести еще раз, напомнить. Может быть, кто-то не слышал, только услышит интересную историю. Так что же это за историю, думал я. Прежде всего, но и в ковчег у меня было. Думаю, ну немного же спаслось. Восемь душ. Следующий пример, который я хотел привести, о хороших спасателях. Это четыре друга, которые принесли в присутствие Иисуса на каком-то там рядне, на покрывале, на одеяле и опустили через крышу своего больного друга. Думаю, там спасся только один. Хочу, чтобы было больше. Павел, который спас целую команду на корабле, но хотелось, чтобы было больше. Ветхий Завет. Мы сегодня поговорим с вами о человеке, который спас тех, кто находился у него в сердце, самых близких, родных ему людей. И знаете, кто это будет? Это будет блудница Раав. Миша. Я уже даже боюсь дальше говорить. Это будет блудница Раав. Блудница Раав. Про нее написано в Библии. Итак, откроем свои Библии, у кого они есть. Если братья успеют открыть, то откройте, будь ласка, здесь вот на экране. Это будет книга Иисуса Навина. Вторая глава. Вторая глава. Приготовьтесь, я сейчас расскажу предисловие, чтобы мне не читать всю главу. Израильский народ вышел из египетского плена. Он бродил 40 лет по пустыне, и вот настал момент, когда они переходят реку Иордан. Пред ними долина Иорданская, и первый город на их пути, на пути, когда они входят в землю обетованную, в землю, которую им обещал Бог, первый город пред ними, это Иерихон. Я думаю, что верующие люди слышали не один раз о городе Иерихоне. В нем был Иисус. Мы читали об этом городе и в Новом Завете. Но историческая справка. Город Иерихон, всеми историковедами, считается древнейшим городом на планете Земля. Городом, который насчитывает более 6,5 тысяч лет. Город, в котором непрерывно жили люди. Город много раз разрушался, но люди продолжали жить, то ли в нем, то в его окрестностях, но это живой город. В переводе означает город Пальм. И город Иерихон перед израильским народом. Неприступнейшая крепость. Толщина стен на то время достигала в некоторых местах до 6 метров. Вы можете представить себе стену 6 метров толщиной? И всего лишь навсего оружие израильских людей, праща, может быть, египетский меч какой-то, который они успели там взять из Египта, копье, ну и так дальше. И просто желание свободы. Город, неприступнейшая крепость. И вот Иисус Навин отправляет в этот город двух юношей, не воинов, а юношей, которые должны были разведать окрестность Иерихонскую и, войдя в город, посмотреть, все-таки, где же найти его слабое место, чтобы захватить город. И вот эти два юноши приходят в город, в Иерихон, и устраиваются на... приходят снимать жилье у блудницы, это не риэлтор, это блудницы. У блудницы по имени Раф. Может быть, стратегически и правильно, никто не задаст лишних вопросов, а кто это пришел к блуднице. Хотя жители Иерихона сразу в двух юношах раскусили, что они израильтяне. Ну, видимо, по одежде, видимо, по говору, по разговору. Вот по мне, никто же не скажет, что я чистый украинец, да? Ну, ладно. Вот. Чистый белорус, да. Мама литовка, патька белорус, тоже я. Украинец, уже украинец. Они устраиваются к ней на квартиру, но внутренняя полиция города Иерихон раскусила их и начинают искать этих двух саглядатаев. Раф-блудница прячет этих юношей у себя на чердаке или на чердаке, а там на кровле, у них плоские кровли чердаков нет, в стогах не сена, а ячменя. Охранники пошли дальше, она их направила по ложному следу, и вот между Раф и двумя саглядатаями израильского народа происходит разговор. Она спасла им жизнь и приготовила для них побег. Но интересные между ними происходит разговор. Вот о нем, о нем-то мы сегодня и поговорим. Говорит Раф, и так, 12 стих, 2 глава, и так, поклянитесь мне, Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего, и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. Эти люди сказали ей, душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину. И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене и сказала им, идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там три дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдите в путь ваш. Она дала возможность этим людям уйти. Что руководило или что двигало Раав блудницей, спасая этих заглядотая. Она не скрывала этого и говорила прямо, что народ, живущий в Иерихоне, боится прихода израильского войска, потому что наслышаны уже о том, что Бог через евреев делает вокруг. Как они вышли из Египта, как Бог раскрыл перед ними море, как погубил армию египетскую, они слышали и трепетали и боялись. Но город, в котором они жили, считался неприступнейшей крепостью. Но Раав поступила иначе. Она поверила тому, что сказали эти юноши, что Бог уже предал этот город в руки их. Она поверила Богу этих юношей, Богу всемогущему и решила, решила, что лучше жить, лучше жить с израильтянами, любить и ценить их Бога, служить этому Богу, нежели умереть блудницей, живя в городе распущенным и развращенным. Она заключает с ними договор, израильтяне на это соглашаются. И что мы знаем о городе Иерихон? Город Иерихон, по откровению от Бога, шесть дней израильская армия нанесли ковчег и впереди шли трубы и громогласно трубили. Они шесть дней по одному разу обходили этот город, а на седьмой день, семь раз они прошли вокруг этого города с трубами и в конечном итоге они закричали и стены и Иерихона что? Упали. Город был взят израильтянами и как было сказано Богом все в нем было заклято. То есть ничто они себе в добычу не брали, но я вам прочитаю одно место. Шестая глава, шестая глава, двадцать четвертый стих. Тут написано следующее а, двадцать третьего. А город и все, что в нем сожгли огнем, братья и сестры, все пропало, все сгорело, все жители были убиты, а город и все, что в нем сожгли огнем, только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома Господня. Раав же блудницу и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что она укрыла пославших, которых посылал Иисус для высматривания Иерихона. Раав блудница. Давайте попробуем представить себе эту картину. Я не знаю, как она выглядела. Блудница и блудница. По одежде в то время можно было определить род занятий человека. Блудницы носили специальные одежды. Раав блудница отпускает этих людей. Они уходят. Но она, поверив каждому славанному слову от них, а это было Божье слово, идет по городу Иерихону и убеждает всех своих родных, отца, матерь, братьев, сестер и всех, кто в их доме, что скоро город Иерихон падет, что скоро евреи разрушат этот город, Бог предаст этот город смерти. Но мне обещал Бог, что все, кто будет в доме моем, спасутся. кто мог серьезно отнестись к словам блудницы. Ну как блудница, живущая распутно, живущая не по законам Божьим, как она могла переживать за других людей? Она пришла к своим родным и близким. Я не думаю, что ее встретили с распростертыми объятиями, зная ее жизнь, зная, кто она на самом деле. Но она нашла, способ убедить свою родню собраться у нее в доме. Она нашла этот способ. Я думаю, что среди нас, среди церкви нашей и других церквей есть масса людей, которые, казалось бы, использовали все уже возможные и понятные для них способы, как же привезти своего родного в церковь, как же пригласить своего друга, соседа по жилью, работника, с которым ты трудишься, как же я еще могу его позвать, я ж ему уже говорил тысячу раз, он же не слушал меня, он же знает, что я бывший пьяница, наркоман, он же знает, что я такой перед такой, что я делал то или то. норав блудница, поверив Божьему слову, абсолютно уверен, была наполнена этим словом, и Бог дал ей возможность своих родных собрать у себя в доме, что и спасло в последующем мы знаем жизни всех их. Итак, верующие братья и сестры, все те, кто пришел сегодня на собрание, у меня до вас есть серьезные пытания, наберитесь смелости, и давайте объявим минуту молчания, и заглянув в свое сердце, задайте себе прямой вопрос, кто в моем сердце? И если бы Бог сегодня, я, конечно, желаю, чтобы украинский народ и украинская держава жили еще долго, долго и счастливо и были примером всему миру, но если бы Бог сегодня сказал, что три дня и будет суд, что бы ты сделал? Кого бы ты, как раав блудница, постарался привести в твой дом, ибо на доме твоем Божья метка? Загляни в свое сердце и спроси сам себя честно, кто в моем сердце? А может мы стали давным-давно безразличными людьми, и нам все равно, что будет с теми, кто за стенами? Пусть погибают! Я ведь говорил тебе, Коля, что пора в церковь. Я ведь говорил тебе, мама, что если ты не покаешься, то смертью умрешь. Батя, разве я тебя не умолял брось пить или погибнешь? Неужели ли мы настолько черствы и безразличны? Минута молчания, объявляемая спасателями, дает возможность им услышать крик из завалов. Минута молчания, когда ты останешься один на один с Богом, пусть даст тебе откровение, за кого тебе надо дальше бороться, кто кричит и зовет тебя на помощь, пускай не своими словами, а сердцем своим. Итак, первое, о чем я хочу сказать в преддверии служения, кто в твоем сердце? Запиши себе этот вопрос и сегодня постарайся найти на него ответ. Кто в сердце твоем? Я знаю родителей, которые совершенно не молятся за своих детей. Они смирились с этим положением. Они свирились с тем, что их дети обречены на смерть. Страшно. Просто страшно. Второе, о чем я хочу сказать, пригласи этих людей. Просто запишитесь, пригласи этих людей. Как Рааф, еще раз задаю вопрос, смогла пригласить столько людей? В этом городе, где она жила, люди были уверены. Я специально сегодня утром читал историческую справку о Ерехоне. Город до победы над ним израильской армии никогда, никогда не был взят армией другой страны или другого царя. Это настолько был неприступный город, что многие живущие в нем наверняка слышав Рааф смеялись. Кто вот эта голодрань, перешедшая червленое море, с палками камнями сможет нас? Да никогда. Некоторые, слышав истории там, за океаном, боялись, но были уверены, что стены их спасут. Если бы были не уверены, сбежали бы. За границу сбежали бы. За Иордан ушли бы. Выше в горы ушли бы. В Иерусалим, 30 километров от Иордана. Иерусалим находится. В Польше съехал он, Паша. Ой, Коля подсказывает. Нет, до Польши им оттуда далеко. А были люди, которые все-таки надеялись, а вдруг Мене? Вдруг все-таки Мене? Мене-Мене? Она смогла убедить свою родню. Я даже боюсь перечислять, кто там был, но абсолютно уверен, что это домик, это Камора, это квартирка, находящаяся в стене Иорданской, была забита битком. Я верю в это, потому что идет перечисление, кто там находился и кого она привела. Что может знать блудница? Но блудница прежде всего была неравнодушным человеком, как оказалось. Как оказалось, эта распущенная женщина была неравнодушна к тому, что ждет ее семью и знала, что времени нет. Почему мы с вами так мало проповедуем Евангелие? На первом плане просто бигборд светится. Времени еще валом. Мы молчим только потому, что уверены, надеемся, мы так хотим, что времени у нас еще. Во! Ну, кто там знает, когда придет Христос? Ну, кто был и спустился и сказал, что такого-то года, такого-то числа придет Христос? Вот когда мы будем знать, вот тогда мы побежим. Но мы не знаем, что будет с нами завтра. Мы не знаем, что будет с этим городом, с этими людьми, что будет с нашими родными и близкими нам завтра. Рааф не рассчитывала уже на время, которого у нее знала точно, уже нет. Я сегодня утром за долгие годы впервые вспомнил одну историю. Однажды наш пастор Юрий Михайлович обращаясь ко мне говорит, у тебя в подъезде на девятом этаже живет один человек, он, зависим от наркотиков, пошли проповедовать ему Евангелие. Мы поднялись с пастором на девятый этаж и позвонив в квартиру нам открыл молодой, я его вспомнил сегодня, молодой, симпатичный парень, юноша. Он зависим был от наркотиков, у него долгов было немерено, кредиторы прессовали его постоянно, он не знал, где эти деньги взять, но Бог послал ему выход. Мне казалось, что мы еще успеем, мы сможем. И буквально через несколько дней после нашего визита с Юрием Михайловичем к этому человеку сатана заставил его сброситься с крыши девятиэтажного дома. Он размился насмерть. И я не знаю, почему я сегодня это вспомнил, но я считаю, что я должен был сегодня здесь рассказать. Время не подвластно нам. Мы не знаем, что будет завтра. Мы не знаем планов сатаны на этого человека, но планы нам не безызвестны украсть, убить и погубить. Но у этого человека был шанс. И у нас был шанс. Я хочу вам сказать, братья и сестры, не думайте, что у нас еще много времени. Это ложь. Это само обман. Это то, что является обезболивающим нашей души. То, что дает возможность нам, расслабившись, еще чуть-чуть подождать. Ураав этого уже не было. Она ясно и четко понимала. Смерть за Иорданом. Они завтра пойдут на Иерихон. И Бог как сказал, так и сделает. и погибнут все. Но Бог дал Иерарх шанс, дал шанс ее семье. Все зависело от Иерарх. Бог мог бы этих юношей туда и не отправлять. Он мог бы и так, Бог разве не мог спасти двух еврейских юношей? Мог. Он мог бы послать им какого-нибудь нормального бизнесмена. Они бы купили ему самолет этим двум пацанам и они бы улетели за границу. Он мог послать бы еще кого-нибудь, кто мог бы укрыть их в царском дворце, и они остались бы живы. Но Бог дал шанс ра в блуднице изменить жизнь свою и жизнь близких себе людей. Итак, второе, ты должен пойти пригласить этих людей. прими решение, прими это решение сегодня. Если ты сегодня примешь решение и клятвенно пообещаешь Богу это сделать, я, конечно, не готов сегодня подписаться за Бога, но Божьи пути неисповедимы. Ты множество раз слышал, как тебя твои родные выгоняли или говорили, что не приставай ко мне больше с этими вопросами, но ты сегодня имеешь возможность приняв решение, придя домой к этим людям, к соседям, знакомым, друзьям, родичам, пригласить их на служение, которое будет следующую неделю, в воскресенье следующее в Вишнево. Бог дает шанс тебе и твоим родным, твоим друзьям на спасение, тебе на благословение. Бог дает этот шанс. прими это решение, не надейся, что времени еще много, время лукаво, ты не успеешь заметить, как оно проскочит, прими это решение и с верою сегодня подойди к брату Игорю Кравченко, Игорек, поднимись, пожалуйста, чтобы тебя видели все люди, ну мало ли, чтобы повернись к залу лицом, вот брат, ответственный за автобус, будь ласка, придите и запишитесь на поездку бесплатно, бесплатно, вы можете записать своих друзей, которых вы пригласите, может быть, уже пригласили, друже, может быть, ты тот, кто сегодня впервые в нашем собрании, в нашей церкви, впервые, мы приглашаем и тебя, ты можешь просто сам прийти и записаться, и записать своего друга, я не знаю твоих друзей, ты знаешь их, и я не могу им рассказать, ты им можешь рассказать, потому что они близки к тебе, запишитесь на этот автобус, и интересный третий пункт, третий, этот автобус, пусть прообразом этого автобуса послужит дом ра в блуднице, дом самой простого в мире человека, Бог тебе даст нужные слова, как дал Рааф, третий раз скажу, я не знаю, как Рааф смогла их убедить, но я знаю, что Бог подкреплял ее слова, точно так же и твои слова, с которыми ты пойдешь к этим людям, Бог подкрепит, третий, о чем я хотел бы сегодня сказать, Бог их спасет, Друзья мои, как был разрушен и Ерихон, силою человеческую, оружием воинствования плотским, каменоломнями какими-нибудь, современный истребитель сбросил ФАП-500, и стены Ерихона развалились, как только лишь Божьим чудом. Бог дал откровение, точно такое откровение сегодня имеет наша церковь, мы собираем людей на служение исцеления и освобождения, но самое главное спасение, операция спасения в следующее воскресенье в Вишневом. Бог разрушил стены и Ерихона. Евреи, может быть, кто-то из них и не верил, но были люди в большинстве, которые знали, что так и будет, как сказал Бог, они не знали, что будет дальше, но когда они семь раз обошли и крикнули, вострубив трубы, вдруг, своими глазами они видят, что стены и Ерихонские, считающиеся неприступными, рушатся, обваливаются, осыпаются, как песчаные какие-то дюны после морского шторма. Ты своими глазами увидишь, как Бог обрушит стены неверия этих людей. Ты это увидишь, только лишь бы они были в сердце твоем, и ты нашел себе смелость их пригласить. Ты увидишь это чудо своими глазами. Кто разрушил стену и Ерихонскую? Люди Бог. Где жила Раф, братья и сестры? Мы внимательно слушали рассказ. Я читал вам сегодня в Библии. Где жила Раф? В стене. Подождите. Но ведь стены-то рухнули. А как она и те, кто был в доме у нее остались в живых? Вы можете себе представить это? Вы можете представить? Все стены рушатся, а хватерка Раф, блудницы остается в стене. Этот кусок стены остается целым. Кто это сделал? Бог. Обещали два юноши еврейских, ничем не известных, простых парней, обещание вынудило Бога сохранить кусок стены, в котором жила Раф? По договоренности, когда наступала израильская армия на Иерихон, Раф вывесила на свое окно червленую веревку, красную веревку, другими словами. Там на окне висела красная веревка, чтобы люди, которые захватывали город, видели, вот, там есть люди, которым мы обещали жизнь. Но эту веревку увидел и Бог. Интересное совпадение красного цвета, червленого, как написано. Вам ни о чем это не говорит. Кровь Христа. Это прообраз крови Господа и Спасителя мира, Иисуса Христа. Твое желание спасти людей, находящихся в сердце твоем, оно имеет метку. Кровь Христа. Ты должен только лишь захотеть это сделать. Это Бог их всех спас. Они могли погибнуть под обломоками, они могли быть погреблены вместе с этой стихом Иерихонской, но Бог их спас. Бог спасает, но приводит человек для того, чтобы спасти всю эту родню. их нужно было туда привезти. Их привела Раав блудница к себе в дом, а Бог их спас. Ты приведешь людей на служение, где будет действовать, работать Бог, Дух Святой, и Бог их спасет. Как? Я не знаю. И ты не можешь знать, но Бог это может сделать. Ибо Он пришел, чтобы разыскать, спасти, возродить погибающие, погибшие уже. люди уже думают, этот человек давным-давно погиб, конченый наркоман. Он конченый для всего мира. Бог говорит, не для меня. Я пришел, чтобы возродить, спасти погибшие. Приведи людей, Бог их спасет, исцеляет и освобождает. Так же только Бог. Я молюсь за него 30 лет. Ты будешь молиться еще 50. Потому что молитва освобождает сердце, готовит сердце для того, чтобы принять, принять спасение через Иисуса, принять Божье Слово. Оно готовит Слово, да, готовит молитва сердца этих людей, за которых мы молимся. Но для того, чтобы они пришли, их нужно привести. Им нужно сказать, Бог спасает, ты говоришь. Евангелие, оно спасает, потому что это Божье Слово. Ты говоришь его, человек приходит, и свершаются чудеса. Но Бог всегда работает в паре с человеком. Ему нужен человек. Братья и сестры, заезженный пример. Ну, разве Бог не может спасти этот мир без нас? Ну, как мы себе можем такое представить? Вот уявите себе эту картину. Однажды я себе ее представил. Вдруг на небе появляется архангел Михаил. Я сказал архангел Михаил. Архангел с таким серьезным мечом огненным и громогласный голос, который слышит вся земля. Его видит и слышит вся земля. Кто сейчас не упадет на колени пред Богом и не покается, смертью мгновенно умрет. Проповедь Евангелия вроде бы. Всех можно покаять за одну секунду. Почему Бог этого не делает? Почему Бог этого не делает? У Бога совершенно другие планы. Он желает, чтобы люди спасались добровольно и при этом хочет, чтобы мы трудились на этой ниве, чтобы мы трудились на спасение этих людей. Мы с вами пережили, что такое спасение. Нам хорошо, мы уже в стене и знаем, что эта стена не рухнет никогда в жизни, потому что основана на камне, имя которому Иисус. Нам бы привести других и спасти других. И Бог говорит, слушай, сын, дочка, так ведь и я их хочу спасти, приведи их ко мне. Я вам хочу сказать, Евангелие, которое мы с вами проповедуем, да, спасающее. Оно спасает. Но я вам хочу сказать еще одну хорошую приятную новость, благую весть. Евангелие имеет силу воздаяния тому, что его несет другим людям. На примере той же Раав блудницы. Ой, Бог спас Раав. До этого момента, до момента падения Иерихонской стены. Она была кем? Чего так боитесь? Блудница, это слово из Библии взятое. Она была блудницей. На самом днище, как у нас теперь молодь говорит, ниже Плинтуса. Ниже Плинтуса. Когда израильский народ захватил Иерихон, Библия нам говорит, что Раав, блудница и весь ее дом стали жить в израильском народе. Так? Так. И вы знаете, что Раав, бывшая блудница, теперешняя гражданка израильская, она таки выходит замуж. А знаете, за кого? За Солмона. Один из выдающихся людей израильского народа. Не так себе что ли кто-нибудь как? Солмон. У них рождается сын. Знаете, как его зовут? Воос. Воос. И если вы будете внимательно изучать родословную, то вы увидите, что Раав, блудница, является пра-пра-бабушка царя Давида. Вау! Та, которую гоняли все по всему Иерихону, в будущем становится пра-пра-бабушкой Давида, пра-пра-пра-бабушкой самого богатого царя Соломона. А если мы почитаем родословную далее, то закончится родословная Раав, блудница кем? Иисусом Христом. воздайте славу Богу. Евангелие спасения, оно имеет свойство благословения того, кто его несет. Так обещал Господь и Бог. Все потомство Раав было благословенно Богом. И более того скажу, в этом потомстве благословлены все мы. Казалось бы, всего лишь укрыло двух юношей, избрало путь спасения себя и своего дома, поверило Господу, и Бог так благословил. Так что, братья и сестры, не стоит ли Евангелие того, чтобы его разнести по всему миру, а? Сегодня после служения брат Игорь запишет всех на Ноев Ковчег. На автобус, который будет отправляться в Вишневое на служение исцеления и освобождения. И я верю, мы с вами непременно увидим чудеса. Непременно мы с вами переживем божественное благословение и сами, и те, кого мы пригласим. Повторю, эти люди должны быть у тебя в сердце. Объяви минуту молчания. Объяви минуту молчания и поразмышляй, поговори насчет этих людей с Богом. Попробуй их записать к себе в сердце. Попробуй стань небезразличен к этим людям. Второе, пойди им и скажи, пойди и пригласи, пройди и приведи их. И третье, ты должен всегда это помнить, спасает Бог. И Бог обещал спасти всякого, кто призовет имя Господне. Я верю, что ты в это веришь. Я попрошу музыканта, клавишника, если можно. И теперь, когда будет звучать мелодия, которую будет играть наша сестра, хотелось бы объявить эту минуту молчания здесь. Конечно, вы можете дома полчаса объявить молчание, но здесь хотел бы, чтобы вы поразмышляли над теми людьми, которые сегодня под завалами. Операция спасения начинается. У нас есть неделя, семь дней. склоняй голову свою перед Господом. Закрой свои глаза. Постарайся отбросить прямо сейчас все мысли о чем-то мирском, о невыкопанной картошке, о завтрашней работе, о подумай о людях, которых дьявол уже записал в списке смертников. подумай о них и найди в сердце своем сострадание к ним. Постарайся сегодня здесь на собрании принять решение пойти и позвать их. отбросить 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава Богу! Слава Богу! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Field 맞아 Иисуса Христа Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы Нары Духом Святым Субтитры создавал DimaTorzok На проповедь Евангелия Прppвvik к нам Забери, Господи, Забери всякое безразличие Раундушие Забери Его, Господь Наполнен наши сердца Твоею божественную любовью и этими людьми, о которых Ты, Господи, Ты имеешь желание спасти их. Благослови народ Твой, Бог наш, этим жгучим желанием спасать. Пусть эти люди будут записаны в наших сердцах аж до дня Твоего, Иисус. Мы молим и просим Тебя. Мы молим Тебя, чтобы молитвы наши продолжали Духом Святым размягчать сердца этих людей, приготовлять их. Мы просим Тебя за нас, чтобы у нас появились слова, которые бы смогли убедить их прийти. Но не человеческое слово, а божественное Евангелие. Спасибо Тебе, Иисус. Иисус, наполняй наши сердца, наполняй наши уста, наши ноги, Господи, наполни силою. Мы все вверяем в Твои руки. Благодарим Тебя. Веруем и надеемся лишь на Тебя. Мы хотим стать настоящими делателями на Ниве Твоей. А всю славу, Иисус, всю славу, Иисус, за души спасенные мы воздадим лишь Тебе одному. Ибо понимаем, что мы не можем, без Тебя не можем ничего. Благослови нас, благослови наших родных и близких, благослови и наполни для славы Твоей. Аминь. В этом доме есть люди, которые никогда еще не просили у Бога о том, чтобы Он, Бог, простил грехи Твои. Мы люди по своей природе все, все до одного грешники. И Бог откровенно, прямо говорит нам, все согрешили, все до одного. Все до одного лишены славы Божьей, все. Но Бог также говорит, что все те, кто покаятся в грехах своих, все, те, кто попросит у Бога прощения за всякое зло, которое успел уже в жизни своей свершить, Бог обещает, я прощу вам грехи ваши. Я забуду о всех грехах, какие вы сделали. Мы никогда не сможем удивить Бога своими грехами. Это сатана, лжец, говорит нам, что ты уже столько нагрешил, что Бог тебя никогда не простит. Это ложь. Это страшенная ложь, в которую верят миллионы людей. Бог же говорит, что нету такого греха, который бы я, Бог, не хотел простить тебе, человек. Тебе нужно лишь только одно. Поверить, что мой Сын, Иисус Христос, умер вместо тебя на кресте. Вместо твоего наказания был наказан мой Сын, Иисус. Там, на кресте, говорит Бог, Иисус Христос распял все твои грехи. грехи всех людей, живущих на этой земле. Если ты хочешь, чтобы Бог простил тебе твои грехи, я приглашаю тебя на эту молитву, молитву покаяния. Выйди прямо сейчас вперед. Мы вместе с тобой помолимся. Если ты не умеешь молиться, мы поможем тебе. Я буду молиться, ты просто повторяй за мной слова этой молитвы. И Бог, по слову твоему, по твоему желанию получить прощение, простит тебя. Сколько бы ты грехов за свою жизнь не свершил, Бог простит тебя. По справедливости мы все должны быть наказаны. Но по Божьей милости и любви мы прощены в Иисусе Христе. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто не поверит, тот осужден будет. Это величайший шанс вернуться к жизни, к жизни с Богом. Мы не стараемся кого-то заманить в церковь. Это твой выбор. В какую церковь тебе ходить. Мы стараемся лишь выполнить то, что доверил нам выполнить Иисус. Мы стараемся рассказать людям о спасении через Иисуса и помочь людям покаяться и примириться с Богом. Молитва покаяния сегодня здесь примирит тебя с Богом. И Бог сегодня же запишет имя твое в книгу жизни. Он так обещал. Итак, все желающие попросить у Бога прощения за свои грехи, сколько бы лет тебе не было, вы можете выйти вперед. мы помолимся вместе с вами во имя Иисуса. Не надо стесняться Господа Иисуса. Человек должен стесняться лишь тогда, когда он грешит. Бог видит и слышит все, что мы делаем. В его сердце звучит только один голос. Хочу, чтобы все спаслись. Хочу, чтобы все спаслись, говорит Бог. Бог, мы по своему бахвальству можем отбросить сегодня этот призыв в надежде, что время еще есть. Артур тоже думал, что время есть. Парни-то его звали Артур. А времени-то не было. Любовь Божья покроет всякий твой грех. Ты только должен захотеть этого. Только ты. Никто не примет за тебя твоего решения. Никто не примет за тебя решения. Потому что мы принимали решение, грешить или нет. Это мы выбирали. Божья же воля, чтобы спаслись все. Есть еще полминуты. Если ты сейчас борешься со своим эго, то найди в себе силы побороть его. Прогони всякий страх, робость и стеснение. Не стесняйся людей. Не стесняйся людей. В этом доме есть люди, которые желают сегодня получить свободу. Но вот эта вот робость препятствует это сделать вам. Сломайте ей хребет этой робости сатанинской, потому что она, именно эта вот ложная робость, ведет миллионы людей в ад. Не бойтесь Бога. Дьявола бойтесь. Ангела смерти бойтесь. Вечной. Бога не бойтесь. Потому что Бог – это жизнь. И Он отдал свою жизнь, чтобы мы жили. Я прошу вас, пройдите по сторонам. Все, кто божает, покается. Пожалуйста, помогите, братья и сестры, помогите пройти люди. Я знаю, в этом доме есть люди. Еще есть люди, которые желают попросить сегодня у Бога прощения. Я знаю, они есть. И Бог смотрит сейчас на твое сердце. В очередной раз в жизни твоей стоит вопрос, кого ты изберешь? Бога, жизнь или дьявола и смерть? Что ты изберешь? Избери жизнь, говорит тебе Господь. Ты посмотришь, как жизнь твоя изменится. Как ты изменишься, лично ты. Когда в твоей жизни будет царствовать, господствовать Иисус Христос, ты станешь другим человеком, как Рааф, блудница бывшая, стала. Пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. В ее роду родился сын из Божий, сын, который спас весь этот мир. Но она поверила Богу. Поверь сегодня и ты. И ты узришь, как изменится твоя жизнь и жизнь в твоих потомках. Самый страшный грех Это когда человек отвергает Иисуса, как своего Спасителя. Это самый страшный грех. Я благодарен вам, братья и сестры, вышедшие вперед. Все-таки, если есть возможность, браты, подвиньтесь немножечко еще. Пусть все обожающие пройдут вперед. Пусть пройдут вперед. Ашери, приготовьте, пожалуйста, Новый Завет и Евангелие. Подойдите к людям, кто первый раз, чтобы им было легче молиться. Встаньте рядом с ними и Духом Святым. Да будет окружены все наши друзья, стоящие здесь, пред лицем Бога. Я прошу вас. Сейчас не смотрите на людей. Те, кто вышел покаяться пред Богом, не смотрите на людей. Отбросьте из сердца своего всякое сомнение, стыд и страх. Закрыв глаза и склонив головы свои в знак смирения пред Иисусом. Повторите за мной эту молитву. Я буду молиться российскую. Вы же можете молиться любым языком, существующим на планете Земля. Бог поймет и услышит вас на любом языке. Повторяйте за мной. Иисус Христос, я верю, что ты сын Божий, который пришел на эту землю, чтобы спасти меня и дом мой. Иисус Христос, я прошу тебя, Иисус, прости меня за все мои грехи. Я каюсь пред тобою за злые дела, которые я свершил. За злые слова, которые были сказаны мною. За злые мысли, которые я допустил в голову свою. Прости меня, Иисус. Я отрекаюсь от всякого зла. Иисус Христос, я верю, что ты любишь меня и прощаешь меня. Ты умер за меня на кресте. Ты распял все мои грехи. Я верю, что ты заплатил цену за мое спасение. Отныне Иисус Христос, мой Господь, потому что Он вернул меня к жизни. Я обещаю тебе, мой Бог, что всю славу за мою новую жизнь я отдам лишь тебе одному. Помоги мне следовать за тобой. Помоги мне бороться с грехами. Помоги мне любить людей и тебя, Иисус. Слава тебе, Бог Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Поздайте, слава Богу. Я хочу сказать вам, не спешите расходиться, не спешите. Все те, кто покаялся сегодня... Спасибо. Продолжение следует...